Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить с вами игру Get Even. Ну что же, пошли отсюда, наверное, да? Так, отлично. Ага, здесь у нас карточка лежит. Помните, что в хранилище вещдоков вы можете возвращаться в воспоминания и исправлять свои ошибки. Даже так. Ну, мы вроде бы никаких пока ошибок не делали. Опять эта дурацкая музыка, ребята, началась. И она мне, честно говоря, не нравится. Опа-на. Давно не виделись. О, зрение, великий дар. Ты видишь? Это говорит слепой пациент. Нет. Значит, нет. Ты видишь себя здесь выше остальных? Так уже, пациент. Ты застрял в прошлом, застрял здесь, застрял в болоте. Но так всегда и было. Вот почему мы здесь, вот почему мы здесь, твою мать. А какого хрена он там висит в клетке? Непонятно. Все очень странно. И непонятно, если честно. Так, а куда мне, ребята, надо идти дальше? Я что-то не пойму. Там тупик. Так, здесь у нас что? Тоже закрыто, да? Двери не открываются. Может быть, надо нам слетать сюда? В вещдоке посмотреть? Может быть, что-то там прояснится? Давайте тогда с вами телепортируемся. Так, отлично. Мы появляемся в комнате вещдоков. Давайте... Снова ищите ответы, мистер Блэк? Хорошо. Помните, что вы можете пережить любое воспоминание заново, используя снимок под его доской, чтобы собрать все пропущенные вещдоки. Вот оно даже как. Я могу переиграть уровень, чтобы собрать достаточно улик. А где, интересно, эта карточка, в которую я могу телепортироваться? Я пока не вижу. А, вот, смотрите, ребята. Значит, на каждой доске есть такая карточка, куда я могу телепортироваться. Ну и пройти повторно. Здесь мне... Опа, на. Это что-то новенькое у нас, да? Так и есть. Так, здесь у нас 72% выполнено. Так, здесь у нас ничего новенького нету. Здесь тоже. А здесь даже и карточки нету. И здесь, кстати, тоже 27% выполнено. В общем, здесь нам нечего делать. Так. Слушайте, а может быть, нырнуть? Да не сюда, елки-палки. А фотокарточку. И посмотреть. Ну-ка, давайте попробуем, что из этого получится. Вы уверены, что хотите запустить уже пройденное воспоминание? Что-то не особо я хочу, если честно. Это же... Блин, я боюсь, наверное, все потеряем. Давайте вот так вот откажемся. Так, выйти я отсюда вообще не могу. Даже не могу взять оружие. Ладно, полетели тогда обратно. Здесь, как я понял, делать нам нечего. И будем здесь с вами искать какой-то выход, если он есть. Так, что такое? Так, смотрите у нас. Ага, вот здесь я что-то есть. Здесь я, по-моему, не был. Очередной журнал. Давайте почитаем, что здесь. Дорогой дневник. Сегодня я нашел друга. И мы много болтали. Мне было весело-привесело. Я рассказал ему классные истории про моего глупого песика Костяка. А он мне рассказал про своего друга-модника, Чарльза Бойса, который надевает на ночь свой лучший костюм. Это был чудесный день. У Большого Джона теперь есть настоящий друг. Это 284-й день. Слушайте, кто там скулит, а? Мне не нравится это, если честно. Так, по идее нам как-то можно вот сюда пройти. Посмотрите, по карте показано, что там есть комната. Так, на сканере у нас ничего не отображается. Хорошо, ну-ка. Давайте посмотрим. Ну, тут вообще все заколочено. Как бы не вариант вообще туда нам пробиться. Сюда тоже. Ну, ладно, пойдемте тогда обратно наверх. Да кто что-то орет-то, а? Ух, аж мурашки. Так. Это у нас слепой там в клетке. Причем уже молчит. Ага, вот, ребята. Вот здесь мы еще не были. Идет сохранение. Значит, что-то будет. Тихо, блин, нафиг. Ё-моё, вы хорош. Что там у него в руке? Не могу понять. А, обойма. Ёпсачь. Ку-ку, я тебя вижу. Да сколько же тут этих говнюков. Хорош так. Нежданно пугать-то. Так, че такое? Блин, не открывается. А здесь? И податься некуда. Это точно. Блэк, я с тобой полностью согласен. Так, офис. А здесь тупик. Нафиг. Так, опять какая-то книжка у нас тут. Давайте почитаем. Пациент 2.19. Жалуется на частные головные боли и периодическую потерю сознания. При этом, насколько я знаю, у него не было травма головы за последний год-два. Что же тогда вызывает головные боли? Психосоматика? Что насчет потери сознания? Связано ли это как-то с его амнезией или депрессией? 2.19. По-прежнему остается для меня загадкой. Он говорит, что постоянно испытывает чувство вины, корит себя за события прошлого, но не может. Или не хочет раскрывать подробности ни мне, ни доктору Бенвию. Доктор Аманда Барнс. Да, ребята, вот такая вот фигня получается. Что они опять же тут над какими-то пациентами делают опыты. И у них какие-то, видать, отклонения. Шизофрения или еще что-то в этом роде. И что нам теперь делать, я не пойму. Так, так, ну здесь мы были. Вот здесь сюда еще не ходили. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Так, досье какое-то, но почему-то оно не отмечается у нас. Что это такое? Так, погодите, ребята, кто там спереди? Это что такое? Кружат? О, боже, что еще? Щет, что-то мне не нравится это все, ребята. Ёлки, ты посмотри. А почему они все замерли? Кто это такие? Я ни хрена уже не понимаю. Видишь, откуда глаза? Это Чей Пики. А ты наш почетный гость. Я? Почему? Что это? Оставьте уже меня в покое. Сказал король своим подданным. Но кто тогда будет смотреть кукольное представление? Кукольное представление для повелителя кукол. Они так старались, что уработались до смерти. Это все для тебя. Слушайте, а почему слепой пациент? Ты ошибаешься, я не твой повелитель. О, но ведь это так. Ты всегда им был. А теперь пей. Напейся в усмерть. Почему я общаюсь с пациентом слепым? Причем телепатически, интересно мне знать. Так, давайте почитаем, что здесь у нас написано. Он всегда рядом. Дышит мне в спину. Сводит мне с ума. Повелитель кукол. Свет наших дней. Сумрак наших ночей. Думаю, мне... Думаю, пора мне наконец встретиться с моим создателем. Стать с ним одним или пасть от его руки. ДК. Я надеюсь, эти чувачки-то не оживут тут и не нападут. О, дверь закрылась. Охренеть. Как фильм ужасов про эти восковые фигуры. Если кто смотрел. Не нравится мне это все. Я вам серьезно говорю. Это не просто так здесь сделано. Так, отлично. Здесь у нас проход. Ты не можешь уйти. Ты обязан выпить. Владыка не может быть выше поданных. Что такое? Ё-моё. Куда меня опять запихали? Черт. Давайте, ребята, тогда двигаться. Вау. Тихо. Ё-моё. О, блин. Я же так и думал, что они будут оживать, ребята. Так, нафиг. Так, 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 так. Да хорош уже. Прикопались. Да надо, получи. Оу. Какого лешего? Это что было-то? С одного раза убивают? Ну, так дело не пойдет, ребят. Так, ну хорошо хоть отсюда начал. Теперь я буду знать, что их нельзя подпускать к себе. Эй-эй-эй-эй-эй, потише. Так. Тихо-тихо-тихо, блин. Да успокойся ты. Отлично. Так, я так понял, они будут тут все оживать, да? Надо потихоньку-потихоньку подвигаться. Это опять какие-то, блин, воспоминания, а? Причем не самые лучшие. Я не удивлюсь, ребята, что если в этой игре еще будет босс какой-нибудь, повелитель кукол или как его там звать. Так, надо перезаряжаться, потому что, не дай бог, в ненужный момент закончатся патроны у меня. Все, будет кранты. Психи-то морут какие-то, а? Успокойся нафиг. Так. Просто у меня такое ощущение, что сзади кто-то может выбежать. Так. Дальше у нас что, лестница какая-то? Недоделанная. Ага, вот она появляется. Блин, вот это мне не нравится. Совсем не нравится, ребят. Черт. Пока тихо. О-о-о, тихо нафиг. Ё-моё, блин. Так и думал, что что-то здесь не... Негладко. Да ну нафиг. Ё-моё, ты палкинг тут до хрена. Тихо-тихо-тихо-тихо. Успели, блин. Блин, тут еще и сидят, а. Ко мне не тот поклоняется, но я не могу понять. Опа, она какой-то чувачок. Ну, кровь из него идет. Ё-моё. Фак, нифига себе. Подстава какая была, а. Да. Ладно, ребят, надо... Я не знаю, что делать. Сваливать отсюда как-то. А вот только куда, я что-то не врублюсь. Ну-ка, давайте-ка обратно сюда. Тут спокойно все вроде бы. Какие-то серверы стоят. Опять это идиотская музыка, а. Музыка... С чьей питья. Назовем ее так. Оп-па-на. Диктофон, да? Здесь много напоминает о том, что я до конца не разобрался в собственном творении. Похоже, что человеческий разум не может находиться в искусственной реальности сам по себе. По этой же причине, по которой мы всегда видим сны, когда спим. Мозг заполняет эту реальность образами, чаще всего других людей. Но такие образы возникают напрямую, зависит от отношения пользователя к окружающему его миру. Нужно это учесть. Ага, вот оно как. То бишь, мозг сопротивляется. Так, что здесь? Новый тест. Новый испытуемый Джон Кэр. Учитель, который якобы домогался одной из своих несовершеннолетних учениц, он мог бы стать идеальным испытуемым для Пандоры. Особенно, если это поможет восстановить его доброе имя. Я свяжусь с ним, когда все подготовлю. Так, это новый заключенный, видимо, какой-то. Над которым они хотят сделать очередной опыт. Ага, здесь можно еще пройти. Тихо нафиг. Эти куклы меня уже, честно говоря, пугают. Так, а здесь у нас, ребята, лифт по ходу дела. И опять же, пароль. На этот раз тут никаких отпечатков не видно. Значит, наверное, надо где-то здесь искать ответ. Так, все пока тихо. Здорово, а сюда мне и не пройти. Ха-ха. Так, а здесь тоже тупик, е-мое. Опять диктофон. Похоже, что пользователи Пандоры могут искажать некоторые детали, когда они сознательно сопротивляются технологии. Степень противодействия, хронологии событий, разговоры и даже окружение могут искажать или вовсе исчезать. Это проблема, но Салант позволит исправить все несостыковки в ходе анализа. Так, это у нас, я так понимаю, записи доктора Рэмзи, скорее всего. Потому что он работает над этим аппаратом. И это его воспоминания. Создан из дерева. Что же там за жесть дала разум, а не глаза? Блин, мне такое ощущение, что вот этот слепой, это и будет босс почему-то. Хрена узнает. Так, еще один диктофон. Первое настоящее испытание Пандоры узнает, что на самом деле произошло с Грейс. У меня есть подозрение, но похоже, я упустил детали и еще чего-то не знаю. Почему я не узнал об этом заранее? Почему я этого не предвидел? Неважно, я изучу все воспоминания, какие смогу найти. Я все исправлю. Так, ну вот, понятно. Это его, в принципе, и цель основная. Тихо, нафиг. Что он хочет все исправить. Все узнать, почему все так вышло. Ё-моё, опять тут все перегорело. Оу, тихо. Его же не было здесь. Ну-ка, нафиг. У меня, похоже, галлюцинации. Быть такого не может. Для меня дошло. Эй, Рэмзи, я знаю, откуда этот наркоманский бред. Все это время ты сюда закачивал галлюциногены. Не думаю, что вы до такого опуститесь. Так. Типа их газом здесь галлюциногеном травили. Он здесь, убьем его. Порвем все нити и освободимся. Кого, меня, что ли, хотят зашибить? Так, это что такое тут у нас? Все чисто. Да что с музыкой-то? Что так тревожное? Оу, ёптый. Сколько еще? Чушь какая-то. Вы уже близко, мистер Блэк. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ты задолбал уже, а? Рэмзи. Что тебе от меня надо, а? В конце концов. Я уже тебе выдал имя Говарда. Что ты хочешь еще, а? Я знаю, где ты. По вкусу, запаху, звуку и взгляду. Я иду за тобой. Так, тихонько, ребята, тихонько. Какие-то протезы. Оу! Фак, а? Куда он исчез-то? Блин, действительно. Ха-ха-ха, я убью тебя, ха-ха. Я съем твои гребаные глаза. Я съем твои глаза. Я съем твои глаза. А-а-а, я убью тебя. Я убью тебя медленно. Я собираюсь воткнуть в них палец. Я убью тебя вилкой. Вот псих-то, а? Давайте читать. Так, я готов приступить. Его состояние вполне стабильное. Но Хоуп сомневается, что я смогу контролировать процесс анализа. Неважно, я должен это сделать. Нужно докопаться до истины. Я подключаю его. Кого, интересно, ты подключаешь там? Так, и тишина. А тишина меня еще больше беспокоит, если честно. Так, ну здесь-то, надеюсь, открыто? Все, шикарно, заходим. Ну давай, быстрее, быстрее отодвигайся. Так, что здесь? Пока, пока, блин, тихо вроде бы. Опа, на опять эти куклы. Че она там показывает, не могу понять. На стену-то. Стоп, это ты, сраный ублюдок. Выпусти меня сейчас же. Мне это надоело. Успокойтесь, мистер Блэк. Это поле непроволеваемое, ударопрочное, звуконепроницаемое стекло. Ваши слова не достигнут моих ушей. А ваши пули не причинят вреда. А теперь вперед. Мы уже в шаге от правды. Вы посмотрите, а, блин, прям как в фильме пила. Сидит там через камеру, наблюдает, а? Все дороги ведут сюда, мистер Блэк. Настало время ответов. Процедуру вы уже хорошо знаете. Давайте узнаем, что за секреты вы прячете. Да сколько можно разговаривать? Ничего я не прячу. У нас есть имя Говард. Он главный враг. Если бы все так было просто, мистер Блэк. Что тебе надо, а? Ты докопался до меня. Так, тут-то у нас что такое? От успеха до провала Роджер Говард покинул деловой мир. Два года назад ценные бумаги Адван Дефенс Тренджи, оружейной фирмы Роджера Д. Говарда, были одним из самых прибыльных активов на ФТС-100. Однако в прошлом году акции АДС упали на рекордную величину, когда конкурирующая компания ФДГ выпустила на рынок революционную кривоствольную систему Корнерган. Масштабные сокращения вынудили АДС отказаться от многих важных активов, в том числе от скандальной башни Глок, навешившей небоскреб Бирмингема. Мы попытались связаться с Говардом, чтобы получить его комментарий, но не смогли его отыскать. Похоже, что даже бывшие коллеги не знают, где он сейчас находится. Анонимный источник, близкий к Говарду, заявляет, что его беспокоит, на что может решиться Говард после краха АДС. Он не из тех, кто прощает, и не из тех, кто забывает, пояснил наш источник. Источник отказался от дальнейших комментариев, но вполне возможно, что корни соперничества АДС и ФДГ значительно глубже, чем мы считаем. Вот так вот, ребята. Так, что, тут еще что-то у нас? Ну, давайте. А, тут можно еще и телепортнуться. Так, давайте читканем. У меня есть предположение, которое вам захочется выслушать. Нам нужно поговорить, как насчет завтра. И все на этом. Ладно, а здесь что? Когда в АДС начались сокращения, Рожеру Говарду пришлось продать большую часть активов компании. В том числе, два самых крупных склада и штаб-квартиру АДС, которые были куплены его конкурентами из ФДГ. Но он так и не продал небольшой склад на Small Lane в Салихале. Почему он счел это здание настолько важным? Может быть, это его тайное убежище? Мы сейчас в данный момент, наверное, на складе находимся или как? Так, а это что у нас за отчеты такие? Данные слежения, мобильный телефон, Коула Блэка. Это мой, да? И вроде бы все, ребята. Давайте телепортироваться отсюда. В какой-то лес. Так. Говард потерял все, когда вы, по моей просьбе, украли у него Корнергард. Не мудрено, что он жаждал мести. Одно непонятно. Почему вы помните, что встречались с ним? Я помню, что видел Рожера Говара только в ту ночь, когда украл Корнергард. Посмотрим, мистер Блэк, посмотрим. Так. Отлично. Это очень хрупкое воспоминание, Блэк. Старайтесь ничего здесь не трогать. И не размахивайте пистолетом. Ты опять за свои шуточки, а? Не размахивать пистолетом. Ой, елки-палки. Да это состав. Ну, пока довольно тихо, ребят. Так, погоди-ка. Вижу цель. Надо ее ликвидировать. Давайте в голову прицельным. Шикарно. Так, что тут? Больше никого нет у нас. Вроде бы тихо. Так, какая-то газетка старая лежит. Читканем ее. АДС приобрела четыре склада, один из которых находится в нашем родном Салихале. Адвант Дейфин Стрэнджи, ведущий производитель оружия в Великобритании, переживает период стремительного роста. Вслед за покупку одного из самых впечатляющих зданий Бирмингема АДС приобрела четыре склада Уэнд Мидлинс. Президент АДС Роджер Говард заявил о намерении превратить АДС в самую крупную и успешную компанию Европы. И это стремительное решение позволит ему достичь цели в кратчайшие сроки. Понятно. Захотел быть мультимиллионером на продаже своего оружия, да? Понятно, для чего ему склады. Чтобы, естественно... Оу, тихо, тихо, ребята. Я вижу чувачочка. Надо его бомбить. Ё-моё, да... Оу! Тихо ты... Опять вы за свое. Никак не привыкну, что вы не способны действовать тихо. Да какое, блин, действовать тихо, ё-моё! Придурок, блин. Тут столько чуваков, я должен действовать тихо, блин. Вот мечтатель. Придется теперь, ребята, здесь... Исправлять всю ситуацию нам. Да сдохни ты, сколько в тему пулять-то надо, а? Так, зарядочка. Вижу цель где-то. Бежит, 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 по-моему. Только вот он. Да как же неудобно-то стрелять так, а? Через вот этот вот мониторчик. С одной стороны, хорошо, я вижу, по крайней мере, тепловое, как бы сказать, излучение, и мне легче целиться. Так бы я фиг там увидел, где он там стоит. Хех, вдалеке. Ну, где-то влазь. Так, вижу. Вижу голову. На-ка, блин. Блэк, прекратите дурачиться. Будто вы в компьютерной игре. Вы можете нарушить симуляцию и погубите ее и себя. А теперь продолжайте. Да хорош ты тут меня. Грузи свои симуляции, блин. И я нахожусь в компьютерной игре, если тебе это важно знать. Ну? Блин, спрятался, а? Да на ты. Ё-палки, как ты быстро перезаряжаешься. Точнее, быстро у тебя кончаются патроны. Давай, вылазим. Готов. Блэк, вы что-то вскрываете от меня. Я докопаюсь, до истины. Ничего я не скрываю. Все еще за дурачками одержишься. Блэк, смотрите, как здесь много наемников. Если память так старается себя защитить, значит, хозяин не хочет, чтобы в нее заглядывали. Ага, вот оно даже как, да? Ну-ка. Что-то не могу взять почему-то. Странно. Ну что, все на этом или еще что-то будет, а? Так, фотокарточка. Это телепорт вещдоки. Нам она не нужна. Что такое? Что? Ой, е-мое. Блин, да какого леша в голову уже попал? Да ладно, хорош, блин. Ай. Давай, 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 давай. Блэк, беги, беги, беги. За дерево нафиг прячемся. Хотя бы здесь. Переждем. У нас дороги-то восстановятся или нет? Походу, нифига, ребята. Ну, где этот гад? Е-мое, ну, убили нас. Ладно. Откуда начнем-то хоть? Ага, мы отсюда и начали. Замечательно. Так, стоит. Главное убрать его тихо. Очень тихо, ребят. Да ну, какого леша? Ну, ведь в голову же был бы. Опять началось. Е-мое, давайте. Куда тут нафиг прятаться-то? Со всех сторон бомбят, а? Давай, давай, Блэкушка, родной мой. Все, будем отсюда отбиваться. Будем потихоньку, наверное, с вами выглядывать. И сносить одного за другим. Пока, вроде бы, чисто. Никого не вижу. Дерево тут мешается мне. Ну, они там стреляют в кого-то. Непонятно в кого, блин. Так, вижу одного. Ну, готов. Так, одному шлепнули. Я знаю, что здесь, возле гор, еще один должен быть. Стоять. Так, тут пока чисто. Где-то вот здесь. А, вон он, вон он побежал. Ну, отлично. Еще минус один. Что ж там, интересно, за воспоминания-то у меня такие, а? Что столько наемников тут бегает. Какого лешего, блин. Как-то я его не увидел. Ну-ка, давайте-ка втихушечку. Готов. Огурец. Так, кто-то в кустах. Вон он, вон, вижу, вижу. Где-то тут прячется. Вот он. Да сдохнет. Да какие тут листья еще мешаются. Все. Фух. Я надеюсь, у меня патронов-то хватит. А синие точки это враги или нет? Давайте посмотрим. Да, оно уже практически рядом. Я никого здесь не вижу. Странно. Ха. Ничего такого здесь нету. Так, да ладно, давайте. Так, цель спереди. Бежит, бежит, бежит куда-то. Вот он. Ага, прячется за камнем. На-ка, в башню. Вот, теперь все нормально получилось. Еще одна цель. Так, где-то он там прячется. Ага, выбежал. Ну, иди сюда. Где-то там у меня ныкачься. Ну, высунься. Гад, засел, а. Вон он, вон он. Ага. Да ну нафиг, завязывай. Ну, да. Какого лишнего. Ребят, у меня патроны хочется. Прикиньте. Вообще шикарно. Ха-ха. Так, у меня оружие-то еще есть. Я уже не помню. Так, это не то. О, есть, это хорошо. Блин, я уже думал, все. Доигрался. Ух ты, так даже лучше. Правда, без теплового излучателя, но тем не менее. Так, давайте возьмем. Может быть, патроны у нас появятся для нашего карнаргана. Хотя, если честно, я сомневаюсь. Блин, крапива растет везде. Прям как у нас. Блин, что такая дорога затяжная, а? И куда я вообще направляюсь? Так, ну-ка. Нет, ребята, к сожалению. Количество зарядов ноль. Тогда получается, что это оружие для нас сейчас бесполезно. Давайте, наверное, переключимся обратно на автомат. Так, тихо. Какие-то бочки тут. Как будто бомжи живут, блин. Напоминает мне чем-то сталкера, помните? Там тоже они грелись. Так, тут вроде как тихо. Давайте спустимся. Опять там я вижу фотография у нас. Куда мы можем телепортироваться. Вещь доки. Ну, я не пойду туда. Она нам не нужна. Слушайте, довольно тихо. Наверное, уже все. Никого здесь не будет. Черт, а что тут впереди? Болото, что ли, какое-то? Точно. Надеюсь, его можно обойти. Так, отлично. Вроде прошли. Ёлки-палки. Стоит тут рядом. Оу. Тихо, куда побежал? Что-то за пещеру еще. Да хорош, завязывай давай. Так, давайте его сюда. Блин. Где этот гад? А вот он. Да ну как ты вовремя перезаряжаешься? Нет, только... Только бы не погибнуть, ребят. Куда он спрятался? А, вот он. Фух. Все, надеюсь. Оу, нет. Нет, ребята, не все. Давай, вылази, урод. Готов. Так, я смотрю, там у нас какой-то подъем наверх идет. Думаю, что нам надо туда. Блин, а кто опять-то стреляет? Не пойму, где и откуда. Сбоку где-то. Где он, где-то... А, вон он. Все. Слушайте, ребят, здание. Мы пришли с вами к зданию. Давайте нафиг туда ломанем. Что такое? Что случилось? Ага, я якобы прошел барьер. Барьер, что ли, какой-то? Твою мать, никак не привыкну к этой системе. Эй, че делать-то? Так, кто-то тут у нас стоит. Говард. Мистер Блэйд, давненько мы не виделись. В последний раз это было, когда... Дай-ка вспомню. Когда я украл Корнерган. А, да. Когда вы украли мой Корнерган для Роберта Рэмзи. Нужно было прикончить вас на месте. Тогда мне не было бы так паршиво. Так. Понятно, все, идем далее, ребята. Так убейте меня сейчас. Ой, если вы так изящно, так безупречно, уничтожая меня и мою фирму, я решил сравнять счет и отплатить Рэмзи к той же монете. Я долго ломал голову и все никак не мог решить, кто лучше всех справится с этой задачей. А потом меня осенило. Я, я начальник службы безопасности Рэмзи. С чего бы мне на вас работать? Так, что-то интересное такое. Купить можно кого угодно, Блэк. Особенно вас. Мне хорошо платят. Да, но не так хорошо, как бы вам хотелось. Не так хорошо, как бы вы могли зарабатывать. Дело не в днях. Ах, это старая присказка. Ладно. А как насчет такого? Как мне сообщили, Рэмзи прекрасно осведомлен о вашем преступном прошлом. Причем куда лучше, чем полиция. Я так понимаю, он не оставил вам выбора, работать на него или сесть в тюрьму. По-моему, мистер Блэк, он крепко схватил вас за яйца. А вы ревнуете? Так, куда далее-то идти? Черт, ну куда идти-то? Блин, упал. Ладно, это не смертельно. Так, я что-то... Ага, наверное, туда, скорее всего. К этому ящику. Я никому не завидую, Блэк. Если у кого-то есть то, что мне нужно, я просто беру. Вот мое предложение. Вас для я предлагать не буду. Вы будете работать не на Рэмзи, а на меня. У меня есть план, как похитить у Рэмзи устройство Пандора. И вы его осуществите. Назовите вашу цену в пределах разумного, и если вы выполните работу, я забуду про историю с Корнер Ганом, и мы разойдемся друзьями. Как вам такое? А если я откажусь? Вы еще живы, потому что полезны мне, Блэк. Не делайте глупости. Нет. Простите. Я сказал нет. Блэк, я вам, кажется, четко все объяснил. О, да, вы все объяснили. Но я отказываюсь, Говард. Я не стану на вас работать. Я ни за что не буду работать на вас. Я не стану осуществлять этот ваш план. Меня он не устраивает. Я отказываюсь. Вот так. Повелитель кукол. Кукловод. Это что тут такое происходит, ребят? Жесть какая-то. Воспоминания. Только я одного не понял. В конце был выстрел или что? Когда мы говорили с Говардом. Вот этот слепой пациент. Эти все куклы. Спящие, спящие заключенные. И Рэмзи. Вот это головоломка, ребят. Ага, мы опять где-то с вами оказались. Ядрить его на корень. Фух. Ну что же, ребята. Тогда, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим играть в эту игру. И разгадаем весь этот клубок. Ну, а на этом все. Всем пока. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok